Итак, привет мои дорогие! Добро пожаловать на видео номер 1. Здесь речь пойдет об этих акупунктурных иглах, которые я всегда с удовольствием устанавливаю перед тем, как вы получите сам пирсинг. И для этого я хочу немного просветить вас, для чего они нужны, что они делают, как с ними обращаться. И прежде всего, возможно, вы сможете сами установить эти точки, ведь не всегда имеет смысл делать пирсинг в каждую точку. Иногда, особенно в случаях, когда что-то должно со временем пройти, например, боль в колене или напряжение, которое у меня есть только в данный момент, не всегда имеет смысл сразу делать пирсинг. И именно по этой причине существуют эти акупунктурные иглы, и я всегда с удовольствием их вам устанавливаю. И я также могу с удовольствием показать вам, как вы можете самостоятельно установить эти точки. Прежде всего, эти иглы, которые вы получаете от меня в студии, если, конечно, хотите, являются постоянными акупунктурными иглами. Это значит, что эти иглы остаются внутри, пока не выпадут сами. Это может занять два дня, а может две недели. В какой-то момент эти иглы выпадут, и не беспокойтесь, еще ни одна игла не осталась внутри, они все обязательно выпадут. Маленькое задание, которое вы, конечно, получите от меня, заключается в том, что если игла будет причинять боль, ее можно просто вытащить. Я покажу вам эту иглу. Надеюсь, это теперь немного видно. Здесь наверху, в кончике, сидят эти маленькие иглы. Они примерно 1 мм в размере, это черное сверху, и они не проходят через ухо. Они просто вставлены в ухо. Они длиной 1 мм, но у них есть маленькие зазубрины. Почему они могут болеть? Во-первых, конечно, если вы неудачно на них легли или спали на них, то они могут немного воспалиться. Или же точка работает, потому что акупунктурные точки, когда они работают, обычно немного неприятны. Пока боль еще терпима, пожалуйста, оставьте их. Если действительно больше невыносимо, просто вытащите их ногтем. Я сознательно говорю выцарапать. Теоретически их можно и вытащить, но из-за этого зазубренного крючка это обычно неприятнее. И тогда мужчины часто жалуются, что это больно, и они не могут их вытащить. Поэтому, как небольшой совет, я лично просто выцарапываю. Да, потом быстро вытаскиваю. Второе, пожалуйста, всегда делайте фото этого. На это есть несколько причин. Во-первых, я, конечно, не могу запомнить, какие именно иглы я установил. И особенно в случае с более специфическими вещами, мне всегда сложно сказать, какие именно. Люди возвращаются и говорят, эй, мне снова нужны те иглы. Они были просто отличные. Тогда я говорю, конечно, с удовольствием, какие именно. Да, там было и всегда немного неудобно. Поэтому сделайте фото, тогда вы сможете показать его мне. Или если у вас есть другой специалист по акупунктуре, к которому вы хотите пойти, вы можете сказать, посмотрите, у меня уже были такие, они были отличные. Я хочу такие же снова. Поэтому всегда немного работайте с фотографиями. Есть и другая причина, потому что иногда, например, боли в спине могут иметь много причин. Изго, и шиас, бедренный нерв, поясничные позвонки, 2, 3, 4, 5, 6, S и 5, S. И так теперь боль ушла. Но мы, возможно, сначала не знаем, какая точка помогла. То есть вы делаете здесь фото и уходите, и потом вам может быть хорошо 4-5 дней. На шестой день боль возвращается, тогда мы снова делаем фото и смотрим, какая игла выпала. Тогда в следующий раз вы можете сказать мне, смотри, когда игла выпала на этом изображении, боль вернулась, тогда я буду знать, где нужно действовать. Поэтому, пожалуйста, всегда немного помогайте нам с фотографиями. Это нам очень помогает. Как уже было сказано, иглы сами выпадают. Это может занять от 2 дней до 2 недель. Иногда дольше. Если они болят, вытащите их. И я обычно ставлю иглу всегда прямо при мышечных проблемах сознательно на одну сторону сначала. И именно те точки, которые я почти всем ставлю в эту плечевую мускулатуру, это 4 точки. Одна точка на плече, Джером Полстер и шейный позвонок С, и эти точки в комбинации. Расслабляют всю мышечную область. Проблема была в начале, я всегда ставил совсем маленькие обе. Потом женщины говорили, что я это себе только воображаю, и что это только в голове. И именно поэтому я предпочитаю сначала установить одну сторону, и тогда большинство женщин действительно замечают через 20-30 минут, что эта сторона становится все более расслабленной. Или если я нажимаю здесь, это причиняет им боль. Важно помнить, что если вы получите иглу от меня, то у большинства женщин это займет от 20 до 3 минут. И перед тем, как уйти, пожалуйста, почувствуйте, надавите на мышцы, подвигайте головой и плечами, и почувствуйте, одинаково ли это. В 2001-м у вас было ощущение, что одна из них болит меньше или стала более свободной. Тогда мне следует это исправить. Если я этого не сделаю, через 3 часа вы будете сидеть вот так. У нас у всех такое уже было, потому что сторона становится все более расслабленной, продолжают действовать все дальше и дальше, пока они внутри. И у нас уже были люди, которые говорили, что у них теперь болит спина, потому что у них дисбаланс. Поэтому очень важно, если вы что-то замечаете, нужно это компенсировать. Итак, это о этих иглах. Когда вы придете сюда в студию, я обычно всегда сначала ставлю их людям, потому что тогда они могут почувствовать, как действует акупунктура. И это имеет еще один эффект. Я сознательно делаю еще одну сторону по другой причине, потому что многие спрашивают меня, например, при мигрене, нужно ли делать одну или обе стороны. И тогда мы очень быстро замечаем, что каждая сторона действует только сама по себе. Если я ставлю иглу справа, то правая сторона расслабляется. Есть совсем маленькая часть, где это будет слева. Но чаще всего сторона, где это находится, будет справа для правой стороны, станет свободнее. И тогда большинство замечает, у меня односторонняя мигрень, стоит ли мне сделать. У меня двусторонняя мигрень, стоит ли мне сделать обе стороны. Потому что каждая сторона действует только сама по себе, и это становится заметно с этими иглами. И, кстати, если у вас есть такая специальная комбинация акупунктурных игл, я скажу, эй, здесь можно и самому установить. Я добавил ссылку под этим видео, где вы можете заказать эти иглы. Это те самые акупунктурные иглы. Теперь у меня есть от компании Apex и все остальное. Это такая маленькая пластиковая оболочка, в которой на конце находится игла. И все это работает как штемпельный принтер. Вы просто нажимаете вниз, и игла выталкивается. Я сделаю это очень быстро. Значит, здесь наверху на кончике находится эта игла, на ней колпачок. И при нажатии она просто щелкает. И опускается вниз. То есть держите палец за ухом и надавите сзади. Итак, прижмите, установите и полностью надавите, как штамп. Надеюсь, я смогу вам показать иглу. Возможно, вы это увидите. Попробуй представить, что это совсем-совсем-совсем-совсем крошечная маленькая вещица. Это и есть иглы. И да, вот такие эти иглы. А теперь в следующем видео я объясню некоторые из моих любимых точек. До встречи во втором видео.